Привет-привет, с вами Элмайк и это третья серия пути крафтера на Хасл Онлайн. Как видите, я на свалочке, как у себя дома, ловлю пейдэй и партия мусора успешно доставлена. Первое, что нахожу, это телевизор, начальная полтора К, никто не перебивает, поэтому забираем. Далее глушитель за 1К, также без конкуренции забираем, пригодится для крафта пистолета. Теперь нахожу химию и забираю за начальную ставку 2К. Хочу побороться за сломанный банкомат, но не успеваю. Опа, а вот и гоночное сидение за 12 тысяч, на удивление и к счастью никто больше не делает ставки. Цепляю еще одну химию за 2К, бочку за тысячу, стеклянную бутылку, начальная 300. За нее тут все-таки пришлось попотеть и побороться, в итоге забираю ее за полторы тысячи. Мне нужнее. Пробегаю все кучи мусора и на этом все. Ну и отлично, считай так прилично понабрал. В центре Арзамаса забегаю в ресторан, кушаю куриный обед, который мне наедаюсь. Ем королевский и закусываю еще одним куриным. Вот так-то лучше. Оплачиваю штраф с ламбы на 20К. Да уж, дорогая тачка, большие проблемы. По зимнему пропуску у нас задание ликвидация. Задача 2 раза победить в аукционе на свалке. Ну что ж, опять свалочка. Да я только за, так как нам крафтить и крафтить. До завоза еще минут 10, а я уже тут как тут. Да и ребята, которые ловят тачки на продаже, тоже как по расписанию уже стоят на кране для обзора. Ловлю пейдэй и погнали. Нахожу движок за 3К, который в ларьках сливает по 80-100 тысяч. Успешно забираю, далее не знаю зачем, но забираю игрушку ВАЗ за 1К и сразу же выполняю задание по пропуску. Бегаю по всей свалке в поиске чего-то более-менее, а по итогу тут уже все разобрали и уже расходятся. Нахожу рецепт кастета за 800, забираю и продолжаю поиски дальше, мало ли кто-то что-то допропустил. И не зря так думал, нашел запчасти к айфону и забираю за полторашку. Пробежал еще раз прям все кучки и в этот раз уж точно все закончилось. С пропуска забираю награды, чаек и кейс новогодний. Сейчас хочу скрафтить броник, надеюсь он так же как и кастет будет активным аксессуаром. Но для его крафта нам нужны тряпки, поэтому погнали в ларьки. Тут снова как и в прошлой серии нахожу лобовуху за 11к, конечно же забираем, по тряпкам ничего не вижу. Поэтому начинаю спрашивать у игроков и у Томаса нашлась одна штучка, договорились на 4000. Он мне ее прям под риском сбрасывает, а я передаю бабосики. Покупаю руль АМГ за 33 тысячи, тоже для тачек нам сильно пригодится. Также тут беру 4 аккумулятора, по 21к за штуку, довольно дорого, но не супер оверпрайс, я видел и по 50к. Подкатил роман, один аккум отдает за 5000, вот это уже ценники вкусные, но не всегда все так сладко как хотелось бы. Беру одни запчасти к айфону за 13300 и нахожу ларек, в котором продают лобовые по 150к, а аккумы по 77к. Как вам ценники, ребят, жесть, не правда ли? Короче, прочекал все ларьки, ничего для покупки подходящего нет. Встаю на вход и начинаю кричать, что куплю тряпки и станки. Нашелся игрок Илья, продает две тряпки, как раз две нам и не хватает. Предложил ему 4к за штуку, побежали в ларек и покупаем. Станков вот вообще не вариант сейчас найти, ни у кого, нигде нет. И тут я вспоминаю, что у меня в шкафу по-любому должен быть. А тут у меня аж целых два из прошлого пути, отлично. Создаем предмет бронежилеты, вверху рядом с хп появляется ползунок прочности броника. И нет, и еще раз нет. Это обычный броник, я уже размечтался и думал, что это акс, но да ладно. Цель мы успешно выполнили и вычеркиваем. У меня хватает еще предметов на крафт айфона. Есть сам сломанный и две запчасти. Крафтим и вуаля, цель успешно выполнена. Тоже смело вычеркиваем. Копаюсь в своем шкафу и перекладываю все туда-сюда. Смотрю, что-то может еще можно скрафтить. Хочу кастет, но система не позволяет скрафтить второй. Приехал снова к ларькам. Хочу его продать, а оказывается их нельзя выставлять на продажу. Ну и что это за дебилизм? Никуда его не денешь, ну и пускай тогда у меня и остается. Нашел игрока Андрея на рынке, спрашиваю, есть ли что-то со свалки. Говорит, запчасти от ноута три штуки. Сломанный телек и аккум. По цене говорит, отдаст все за 40 тысяч. Отбегаем в конец, чтобы нам никто не мешал. Подбираю все предметы и через пэ передаю ему даже чуть больше. 44к. Как раз разбитый телек мне и пригодился. Крафчу большую плазму и успешно выполняю третью цель за серию. Отлично. Теперь копаюсь в шкафу и беру самые ценные вещи, которые можно слить в магазе. Отправляюсь к антиквариату. Продаю машинку за 4к. Далее телефон Galaxy за 19600. Большую плазму за 30к. И айфон за 28. До нового задания в пропуске осталось 4 минутки. Ждем. И по заданию у нас хороший улов. Задача наловить 65 килограмм рыбки. Чекаю в инвалидке свою удочку. А я ее походу когда-то нечаянно выбросил. Но ничего. Приехал в 24 на 7. А тут продаются только металлоискатели. Совсем забыл, что удочки продаются в рыболовном магазине. Покупаю ее за 30к и беру наживки по 3 комплекта. Лягушек и кузнечиков. Отправляемся на охотничье озеро. Находим удобное местечко. Насаживаем лягушечку и погнали. Ничего интересного тут нет. Сами все уже досконально знаете про эту рыбалку. Мне кажется ее как-то ребят если честно пофиксили. Так как у меня очень много срывается рыбы. Да и кейсы никакие мне не падают. Рыбачу тут уже минут 40. И наконец-то выполняю задание по пропуску. Продаю 68 килограмм улова в магаз за 13 600. И уже на третьей серии мы с вами закрыли аж 4 цели. В общем идем дальше.